Глава 21. Принудительное сбережение ресурсов и свободно-рыночная альтернатива. Некоторых радует извлечение пользы из отходов. Это симпатичная страсть, хотя ошибка думать, что эта склонность полезна для общества. Но принуждать людей к повторному использованию отходов – нечто совсем иное. Очень поучительно следующая картинка того, как соответствующая политика осуществлялась в Китае в период культурной революции. Самой распространенной повинностью была сортировка городского мусора. Это была большая работа, и обычно нас отпускали для этого из школы на целый день. Мы собирали в отдельные кучи бумагу, кожу, железо, а затем все это направлялось на переработку. Столь же часто нам приходилось собирать бумагу и другой мусор на улицах. Каждый школьник получал палку с гвоздем на конце и бумажный мешок. Всякий раз после этого я страдал от боли в спине. А когда школьники набивали мусором все полученные мешки, их отвозили на фабрику переработки макулатуры, таким образом мы помогали бороться с дефицитом бумаги. Возможно, для бедных стран в повторном использовании мусора есть смысл. Но Китай беден и потому, что ГАМ с чрезмерным вниманием относились к переработке мусора, у людей не оставалось сил и времени, чтобы заниматься более производительным трудом. Эта ошибка усугублялась поощрением традиционных и неизбежно примитивных технологий, как это было в Маоисском Китае, доменные печи в каждом крестьянском дворе, и в Индии, где Ганди мечтал о возврате к ручным прялкам. Все это делалось в ущерб усилиям по овладению более современными и эффективными методами производства. В богатых странах с переработкой мусора тоже не все так просто. Популярна идея, что сбор макулатуры сохраняет леса. При этом забывают о тех, кто их сажает и выращивает. Это примерно так же, как если бы мы пропагандировали отказ от хлеба, чтобы сберечь поля пшеницы и оставить фермеров безработными. В этой логике есть и некая извращенность, в центре внимания только процессы сбора урожая и смерти, а посев и выращивание остаются за пределами сознания. Это примерно то же самое, что и с ростом населения, масса внимания к тем, кто может умереть преждевременно или по случайности, но совершенное пренебрежение к тем, кто пестует новую жизнь. Я вовсе не утверждаю, что повторное использование отходов в принципе отвергается одно дело, когда утилизация отходов экономически выгодна, и совсем другое, когда это чисто символическое мероприятие, как это стало обычным теперь в Соединенных Штатах. Вот, к примеру, на своих кухнях мы охотно возвращаем в повторное использование керамическую посуду, но безжалостно выбрасываем бумажные тарелки. Может, есть смысл потребовать, чтобы хозяйки мыли, сушили и повторно использовали одноразовую посуду. Хозяйственного смысла, во всяком случае, в этом нет, да и не факт, что бумага может перенести мытье. Но для некоторых акт экономии – это своего рода священодействие, и такие люди имеют полное право отправлять подобные ритуалы в своей частной жизни. То же самое относится к хозяйственной деятельности в целом. Люди охотно занимаются повторной переработкой того, что выгодно перерабатывать, и выбрасывают ресурсы, когда овчинка не стоит выделки. Закон, требующий повторного использования любых отходов, был бы в экономическом плане слишком расточительным. Его результатом стал бы напрасный расход труда и материалов, которые можно использовать с большей выгодой, на очистку окружающей среды, на создание новых ресурсов и новой жизни. Почему так много разговоров о мусоре? Почему многих тревожат проблемы, которые так легко решаются при наличии времени и ресурсов? Мне кажется, здесь сплетаются воедино три вещи. Один – смутность представлений о том, как экономика реагирует на увеличивающийся дефицит ресурсов. Два – недостаток технического и экономического воображения. И три – некий моральный инстинкт, нашептывающий нам, что выбрасывать что-либо грешно, а значит, лучше немного пострадать, но повторно использовать все, что можно. Рассмотрим чуть подробнее каждый из этих факторов. Смутность представлений о том, как экономика реагирует на увеличивающийся дефицит ресурсов. Все не экономисты, и прежде всего, пожалуй, биологи, привыкшие работать с низшими видами, склонны недооценивать способность людей и организаций чисто по-человечески адаптироваться к повседневным изменениям частной и общественной жизни. Такие люди слишком невысоко ставят адаптационные способности человечества. Концепции, применимые для описания нишек форм жизни, экологическая ниша, потенциальная емкость экосистемы и ПР, не помогают понять творческую природу человека, которая, в долгосрочной перспективе, и есть главный фактор хозяйственного развития. Классическим примером такого смешения понятий является осуществленный в 1960-х и 1970-х годах перенос на человека выводов, сделанных колхауном из наблюдений за норвежскими крысами, и предложение соответствующей демографической политике, смотри главу 24. Например, в ответ на предположение о возможности овладеть энергией ядерного синтеза Пол Эрлих повторно использовал собственное сравнение о возможности для людей получить доступ к дешевому и неисерпаемому источнику энергии – это то же, что «дать пулемет умственно отсталому ребенку». В такого рода заявлениях сказывается пустая претензия на интеллектуальное превосходство над всеми остальными. Гаррет Хардин говорит, «Меня часто спрашивают, разве вы в него что не верите?» И ответ у меня всегда один. Я непоколебимо верю в ненадежность людей. Я знаю, что бы мы ни затеяли, всегда найдется какой-нибудь придурок и все испортит. Такого рода настроения мешают осознать способность рынка спонтанно разрешать проблему отходов, порождаемых нашим обществом. Недостаток технических знаний или воображения Многие даже и не пытаются найти технические решения насущных проблем и при этом не в силах вообразить, что другие способны придумать выход. Например, когда возникли поезда дальнего следования, многих тревожила проблема туалета, куда девать все это. То же недоумение возникло и с появлением дальнего автобусного сообщения, ведь на шоссе нельзя сделать, как в поезде или на пароходе, спустив все на полотно или за борт. Затем тот же самый сюжет возник в связи с самолетами, а потом и с космическими кораблями. Однако во всех этих случаях изобретательность и настойчивость инженерного воображения дали решение проблемы. И ведь точно так же это происходит всегда, когда возникает проблема любых других отходов. Некоторые возражают, но при этом мы попадаем в зависимость от технических решений. Ну да, а что в этом плохого? Техническое решение, ведь это и есть вся история цивилизации. При этом наши решения не всегда сводятся к инженерным находкам, порой выходом оказывается изменение экономико-политических установлений. Как уменьшить количество мусора? Собирая с людей и предприятий плату за каждый фунт отходов, поставляемых в систему сбора и утилизации. Всегда и везде одно и то же. Необходимо инженерное воображение и умение находить организационные решения. И мы можем с полным основанием верить, что в наших силах решить любые возникшие проблемы отходов. Сочетание технической изобретательности и системы свободного предпринимательства образует универсальный механизм решения проблемы отходов, превращения ненужного и мешающего в нечто полезное. Долгое время не знали, что делать со шлаком сталилитейного производства. Потом объявились предприниматели, увидевшие в шлаке огненную лаву, извергаемую доменными печами, которая отлично подходит для нужд дорожного строительства, прокатитесь по шоссе Индианаполис 500, и сами поймете. А старые железнодорожные шпалы пригодны не только для топки, но и для сооружения подпорных стенок в ландшафтном строительстве. Моральные аспекты вторичной переработки отходов В ходе дебатов о налогообложении одноразовых подбузников сенатор штата Калифорния Боутрайт сказал, указывая на членов комитета по налогам, «Все мы вырастили своих детей, пользуясь только матерчатыми подбузниками. И никто от этого не умер. Возможно, придется иногда испачкать руки, но это не смертельно. Одноразовые подбузники, конечно, намного удобнее, но каждый знает, насколько дешевле использовать матерчатые. Немножко похоже на принцип армейской дедовщины, я страдал, а теперь помучайся и ты». Когда я заявил моему соседу, что не намерен тратить время на мытье бутылок и консервных банок, чтобы потом их сдать на переработку, он ответил, что «это почти не занимает времени». Но когда я предложил ему взять на себя заботу о моих пустых бутылках, он с негодованием отказался. Методы решения проблемы отходов – за и против. Возможны три основных подхода, а – использовать власть, в – обратиться к стимулирующим налогам и субсидиям, и в – предоставить все на усмотрение отдельных людей и свободного рынка. Выбор зависит от особенностей ситуации и, прежде всего, от наличия экстерналей, требующих того или иного участия органов власти, довольно редкий случай, когда рынки не могут справиться с проблемой самостоятельно. В случае с бытовыми отходами система свободного предпринимательства является превосходным решением, поскольку здесь практически не возникает трудных побочных проблем. В Урбане, штат Иллинойс, мы имеем наилучшую и самую дешевую из известных мне систему сбора бытового мусора, домовладельцы заключают договоры с владельцами обслуживающих территорию частных мусоровозов. Плата за обслуживание пропорциональна количеству мусора, при этом стандартный тариф увеличивается в случае необычных грузов. Если обслуживание было неаккуратным или несвоевременным, домовладелец может в конце месяца заключить договор с другим сборщиком мусора. Сборщики в свою очередь заключают договоры с частными содержателями мусорных свалок. При этом местные органы власти практически не вмешиваются в этот процесс сбора и вывоза мусора, и никаких побочных эффектов не наблюдалось. Нет причин, почему такая система не могла бы эффективно работать повсюду. Проблемы возникают как раз в тех случаях, когда к процессу подключаются власти, если они заключают договор с единственным сборщиком мусора, либо берут на себя оплату услуг по вывозу, либо удерживают за собой предоставление этой услуги. В этих случаях у домовладельцев нет стимулов сокращать количество отходов, отчего их становится больше. Местные власти оказываются заложниками избирательного процесса, взгляды и представления избирателей о том, как следует все это организовывать в современном обществе, мешают сделать разумный экономический выбор. В силу неосведомленности и предвзятости избирателей местным властям порой приходится самим заниматься переработкой бытовых отходов. У политики переработки отходов есть два основных недостатка. Во-первых, как уже отмечено, переработка обходится налогоплательщикам дороже, чем вывоз на мусорные свалки. Во-вторых, переработка предполагает некоторые формы административного принуждения, что несовместимо как с основными ценностями американского общества, так и с работой свободных рынков. Обсудим это подробнее. Расходы на переработку отходов К экономически неоправданным расходам на переработку отходов и сбережения ресурсов нельзя, к сожалению, отнестись как к чисто символической забаве. Вместо того, чтобы платить за переработку, люди могли бы, например, строить дороги, общественные здания или даже собственные жилища, сажать парки. Правительственная политика влияет на готовность людей строить. За те 8 лет, что я живу в пригороде Вашингтона, передо мной прошли множество сборщиков средств для различных фондов. Никто ни разу не просил денег на созидательные проекты, на посадку деревьев, возведение собора или организацию концерта. В подавляющем большинстве случаев средства собирают для того, чтобы протолкнуть через правительство те или иные решения. И все чаще деньги собираются в фонды, целью которых является накопление еще больших денег для все тех же целей. В прежние десятилетия это было не так. Люди собирали деньги для строительства частных больниц, для нужд религиозных и культурных организаций и тому подобное. Но теперь люди ждут, что соответствующие проекты будут осуществлены самим правительством. Поэтому фонды собирают деньги для того, чтобы добиться благосклонности правительства к тем или иным частным интересам. Пожалуй, не было бы оснований критиковать эту ситуацию, если бы правительство лучше справлялось с задачами строительства и управления. Но мы достоверно знаем, что оно справляется с этими задачами плохо и сдержки высоки, а качество услуг крайне низкое. Это является частью издержек на сбережение ресурсов, на спасение китов и защиту Часапикского залива. Не учитываются также издержки в виде затрат частного времени. Когда муниципалитет подсчитывает издержки на программу переработки отходов, он не принимает во внимание расходуемые в семьях минуты на то, чтобы рассортировать мусор, разбросать его по разным контейнерам и своевременно и в нужном месте выставить каждый контейнер для сборщика специализированного мусора. Административное принуждение В 1988 году шесть штатов приняли законы, требующие от домовладельцев сортировки отходов, а в 1991 году уже 28 штатов завели квоты на переработку или уменьшение объема отходов. В 1990 году в округе Колумбия, как и в большинстве из 2700 муниципалитетов, имевших программы переработки отходов, существовали программы переработки газетной бумаги, стекла и металлов. При этом закон не только требовал от семьи и фирм того, что никто не стал бы делать добровольно, сортировать отходы, для нарушителей, штрафы, но граждан еще и приглашали доносить на соседей, практика тоталитарных государств. Washington Post, одна из трех общенациональных газет Америки, рекомендовала владельцам квартир в многоквартирных домах сначала прибегать к моральному давлению, а затем обращаться к властям, если землевладельцы не соблюдают закон о переработке отходов. При этом предусмотрено, что сообщения о нарушении закона должны поступать в городскую, мусорную полицию, к десяти инспекторам, нанятым, чтобы следить за сбором мусора и выявлять нарушителей. Это не только омерзительно, по крайней мере на мой вкус, но и недешево обходится налогоплательщикам, и эти издержки заведомо не учитываются при подсчете расходов на переработку мусора. Такая же система работает в Цюрихе, Швейцария. Инспекторы выслеживают людей, которые не используют новые стильные мешки для мусора, и штрафуют их. Сборщикам мусора даны инструкции обыскивать каждый найденный на обочине старомодный мешок в поисках того, что может вывести на владельца. Это может быть, например, старый конверт с адресом, говорит Рудольф Вальдер, главный городской сборщик мусора, тогда мы оштрафуем его на 100 франков, 67 долларов. А если он еще раз попадется, мы сообщим в полицию. Участие правительства открывает также дверь для бюрократов, стремящихся оградить свои интересы от влияния публики. Например, в округе Лоудон, штат Виргиния, местные чиновники приложили множество усилий, чтобы помешать одному предпринимателю собирать на своей свалке садовый мусор, перерабатываемый здесь в богатый перегной. Чиновники пытались использовать существующее регулирование, и даже попробовали перекрыть въезд на свалку. Поскольку она подрывала доходность муниципальной свалки, вина этого предпринимателя заключалась в том, что он за тонну садового мусора брал только 10 долларов, а муниципальная свалка – 50. Вот та же история в большем масштабе. В штате Рот-Айленд сборщики мусора не имеют права вывозить его на свалки штатов Мэн и Массачусетс. Единственная принадлежащая штату свалка берет за мусор больше, чем кто-либо еще, и административный запрет на вывоз мусора за пределы штата помогает ей не терять доходы. Очевидно, что никакая частная ферма не смогла бы использовать закон для удержания клиентов и сохранения доходов. Более того, при попытке сделать что-либо в этом роде частный предприниматель был бы остановлен Федеральной комиссией по торговле. Подобное может позволить себе только правительство. Рынок, правда, не справляется с проблемой старых брошенных автомобилей. В принципе, что делать, известно, нужны подходящие правила, в соответствии с которыми владельцы брошенных машин платили бы компенсацию тем, кому они мешают, чтобы, как говорят экономисты, интернализовать отрицательные экстерналии. Но разработка и принятие таких законов – дело непростое. Фридрих Хаек утверждал, что это труднейшая и самая важная из интеллектуальных задач. Как правило, наличествуют сильные частные интересы, препятствующие решению проблемы. Будущее такого рода загрязнений зависит большей частью не только от нашей мудрости, но и от общественной воли и политической власти. Цена и ценность. Самые сложные и запутанные аспекты проблемы сбережения ресурсов – это те, которые для одних есть вопрос денег, а для других – эстетических и иных ценностей. Вернемся к старым газетам. Порой, когда цены делают это выгодным, есть смысл собирать и перерабатывать их. Во время Второй мировой войны сбор макулатуры был достаточно выгоден для многих семейств. Да и сегодня там, где соответствующим образом измельченная и пропитанная бумага используется как теплоизоляция, макулатура может быть выгодным занятием для, например, бойскаутов, собирающих средства на что-либо полезное. Но в наши дни в большинстве поселений дешевле вывести макулатуру на свалку или сжечь ее, чем перерабатывать. На деле цена стала просто отрицательной. В 1989 году количество переработанной макулатуры оказалось столь велико, что местным властям приходилось доплачивать переработчикам от 5 до 25 долларов за тонну, чтобы они взяли макулатуру в работу. Здесь нужно поразмыслить, каков экономический смысл рыночной цены на макулатуру. Эта цена должна быть приблизительно равна цене на новую бумагу за вычетом расходов на выделку бумаги из макулатуры. Цена новой бумаги в свою очередь равна сумме издержек на то, чтобы вырастить дерево, спилить его, доставить на фабрику и превратить в бумагу. Если поднимутся затраты на выращивание леса, соответственно увеличатся цены по новую бумагу и на макулатуру. Но если расходы на выращивание деревьев уменьшатся или найдется хороший субститут древесины, станет меньше и цена новой бумаги, макулатуры и древесины. Увеличение объемов переработки макулатуры также ведет к снижению цен. Именно это и происходило. Деревьев выращивалось все больше, и цены падали. Одновременно появились хорошие заменители древесины в качестве сырья для выделки бумаги. Чего же ради заботиться о переработке старых газет? Но сторонникам сбережения ресурсов представляется, что не все так просто. Им кажется, что деревья нужно беречь, имея в виду не только доллары, уплачиваемые за целлюлозу или пиломатериалы. Они утверждают, что воздерживаться от «ненужной рубки леса» нужно, потому что так нужно. В основе этого аргумента лежат эстетические или даже религиозные ценности. Они верят, что выросший лес представляет собой такую же национальную и международную ценность, как вестминстерское аббатство для англичан и золотая мечеть для мусульман. Так верующий, живущий вдали от святыни, готов поддерживать ее, деньгами или трудом, чтобы другие верующие и сегодня и в будущем имели к ней доступ за недорогую плату. Есть еще и такой аргумент, что, даже если будущие поколения захотят полностью уплатить свою цену, они не смогут этого сделать, если мы не сохраним святыню для них. Некоторые даже приписывают природе, деревьям и животным, чувства и хлопочут о том, чтобы этим живым существам не наносили обиды. Такого рода аргументам экономист может противопоставить только одно – никакие эстетические или религиозные ценности не оправдывают принудительного налогообложения для поддержки этих ценностей. Когда утверждают, что обществу выгодно доплачивать за программы переработки отходов, нужно отдавать себе отчет в требуемой цене. Штат. Флорида, как и 30 других штатов, пообещал субсидии фирмам, занимающимся переработкой отходов, и гарантировал им закупку произведенных товаров. В случае с макулатурой это означает готовность платить на 5-10% больше, чем стоит новая бумага. Другими словами, потребуется от 3 до 5 лет экономического роста, чтобы компенсировать соответствующее сокращение производительности труда и повышение издержек. Губернатор Флориды считает это «подарком для компаний», потому что они получают гарантированный рынок сбыта. Иногда, рассуждая о пользе сохранения ресурсов, говорят, что это полезно с точки зрения национальной безопасности и международной конкурентоспособности. Возможно, есть смысл сделать в стране запас нефти и других стратегических ресурсов на месяцы и даже годы потребления. Но такого рода политические вопросы выходят за пределы данной главы. Сбережение ресурсов и государства. Кто лучше распоряжается ресурсами – система частного предпринимательства или социалистическая система централизованного планирования? Ничто не свидетельствует о том, что правительственные чиновники способны лучше управлять любой собственностью. В том числе парками и заповедниками, чем частные компании. Можете сравнить состояние жилых домов в частном и публичном секторах. Равена Парк в Сиэтле, Вашингтон, с 1887 по 1925 год успешно функционировал как частная неприбыльная организация, недорого обеспечивавшая доступ публике к великолепным хвойным лесам. Затем город выкупил парк, вполне законно, и заповедные ели за взятки пошли на дрова. Государственная собственность на ресурсы обычно ведет к их чрезмерному использованию, прежде всего из-за некомпетентного управления. Например, цены за право рубки леса и выпаса скота, сборы с владельцев яхт и тому подобное обычно устанавливаются на чрезмерно низком уровне. Поэтому не редкость такого рода газетный текст, концессионеры зарабатывают в национальных парках миллионы долларов на использование принадлежащих правительству зданий от отелей до лодочных станций. Но казначейство при этом не получает почти что ничего из-за низкого уровня арендной платы. Добавим, что заниженная цена поощряет усиленный спрос на принадлежащие правительству ресурсы. Можно быть уверенным, что частный собственник назначил бы вполне адекватную цену и, кстати, сократил нагрузку на национальные парки. Я не могу доказать, что ученым и политикам никогда не удастся изобрести такую политико-экономическую систему, которая сможет лучше сохранять природу и красоты мира, чем ныне существующая, никем не изобретенная система, опирающаяся на спонтанные импульсы человека и на рынок, управляемый набором самых общих правил. Я даже не могу утверждать, что все аспекты экологических проблем всегда наилучшим образом разрешаются именно в этой нашей никем не изобретенной системе. Очень может быть, что, если бы правительство не сохранили гигантских панд в своих зоопарках, этот вид уже вымер бы. Ведь и в самом деле, ни одна частная компания не выставляет панд для привлечения публики, хотя изумительный музей ПТ, Барнума этим занимался. Но нельзя исключить и того, что, если бы не правительственная инициатива, кто-нибудь захотел бы вмешаться и спасти этих медведей. В девятнадцатих, когда ястребов отстреливали как хищников и они оказались на грани уничтожения, несколько энтузиастов создали для них горный заповедник в Пенсильвании, превратившийся со временем в центр изучения хищников. Любители природы не должны недооценивать вероятность того, что в отсутствии правительственных инициатив найдутся желающие сохранить то, что им ценно и дорого. Именно так появились некоторые природоохранные организации, которые позднее изменили профиль, и теперь заняты главным образом попытками увеличить участие правительства в своих программах. Но правительственное вмешательство нередко вытесняет частные инициативы, как это случилось в здравоохранении, где сильно уменьшилась роль религиозных объединений, которые в начале американской истории строили больницы и управляли ими. Одна из немногих вещей, которые мы знаем сегодня наверняка, это то, что, когда правительство полностью контролирует эмиссию веществ, загрязняющих среду, объем загрязнений бывает куда большим, чем в случае с частными собственниками. И не имеет значения, насколько строгим и подробным является законодательное регулирование, смотри главу 17. Отсюда вывод, нельзя гарантировать, что все аспекты экологии в системе свободного предпринимательства будут решены лучше, чем в плановой, но общий результат здесь всегда будет лучше, чем там, где все планируют и все решения принимают чиновники. Те, кто хотел бы планировать нашу экологию, доказывают, что рынки хорошо справляются с поставкой автомобилей и теннисных мячей. Но, не справляются, там, где речь идет о дикой природе, растениях, животных и ландшафтных красотах. В качестве доказательства они указывают на истребление бизонов и странствующих голубей, на длившиеся многие десятилетия загрязнений наших рек и озер, на уродство некоторых дешевых жилых районов. И еще они говорят, что под влиянием цивилизации планета все дальше уходит от состояния прекрасной первобытности, в котором она предположительно пребывала до того, как человечество стало чрезмерно многочисленным. В ответ сторонники свободного рынка возражают, что подобного рода печальные вещи происходят обычно там, где нечетко распределены права собственности, которые бы сделали все это невозможным. И в подтверждение своей позиции приводят в пример стадо скота, умножившееся в частном секторе, чему способствовали клеймение животных и колючая проволока, решающая проблему потравы чужих земель, слонов, размножившихся в Зимбабве, смотри главу 20, постепенное и повсеместное повышение качества жилищного строительства, сохранение естественных условий обитания диких животных на фермах, владельцы которых продают право на охоту, красоту рыбных речек в Великобритании, когда те принадлежат частным лицам или клубам любителей рыбной ловли, торговлю нравом лова в изобилующих рыбой прудах, созданных в карьерах вдоль шоссе, оставшихся после выемки материалов для строительства дорог в Иллинойсе. Рыночники также указывают на то, что плановая система охраны ресурсов несет с собой унижение человеческого достоинства и попрание личных свобод на «мусорную» и «водную» полицию, на фермеров, которых штрафуют и отправляют в тюрьму за то, что ради урожая они теснят «права» диких перелетных уток на соседей и собственных детей, которых власти втягивают в политику давления на домовладельцев, чтобы принудить тех заниматься сортировкой мусора. На мой взгляд, эти примеры, и стоящая за ними теория, о которой ниже, вполне убедительны. Но поскольку большая часть дискуссии ведется на уровне примеров, нужно подойти к вопросу с точки зрения общих принципов, и критерием может служить сопоставление экономических результатов, достигаемых в системе планового регулирования и в рыночном хозяйстве. Здравый смысл твердит, что целеустремленное плановое управление должно давать лучшие результаты, чем неуправляемая рыночная система. Но факты неопровержимы, никем не придуманная система свободного предпринимательства дает куда лучшие результаты, чем социалистическое планирование. Исследования эффективности социалистической экономики и падения соцлагеря в конце 1980-х – начале 1990-х годах полностью подтверждают теоретические выводы Давида Юма, Адама Смита, Карла Менгера, Людвига фон Мизеса и Фридриха Хаека. Еще плачевнее неэкономические последствия социализма – здоровье, права и свободы человека, смотри главы 17 и 22. Неоспоримым доказательством является сопоставление результатов экономического развития Южной и Северной Кореи, Восточной и Западной Германии, Тайваня и материкового Китая. Коммунистические страны потребляли намного больше энергии и порождали намного больше отходов в расчете на душу населения и на доллар ВНП. Могут возразить, что причиной была относительная бедность коммунистических стран. Но ведь именно об этом и речь, эффективность социалистического хозяйствования была ниже, а потому эти страны производили большее количество отходов на доллар ВНП и даже на душу населения. Нет сомнения, что, если бы мы охватили таким сравнением все страны, как это сделал Скалли, 1988, в отношении подушного дохода, мы получили бы ровно такой же результат. До конца 1980-х годов мы располагали только отрывочными данными о сравнительном преимуществе рыночной системы в сфере хозяйствования. Такое же положение сохраняется по сей день в сфере охраны природы и загрязнения среды. И в то время выдвигались точно такие же доводы с позиции «здравого смысла», в пользу преимуществ «рациональной» системы планирования, экономия на масштабах производства, предотвращение дублирования, решения принимают высокообразованные интеллектуалы. Они – рядовые, люди с непонятным уровнем образования и тому подобное. Но как теперь окончательно ясно, введение тотальной командно-административной системы было крупнейшим в человеческой истории просчетом. Сегодня такое же упоение возможностями администрирования сказывается в таких, скажем, проектах создания природного заповедника на Аляске, нужно загнать в землю кол и объявить, что «за эту черту нельзя». Нужно, однако, заметить для желающих вернуть планету к состоянию, существовавшему 20 тысяч лет назад, не просто остановить развитие мира, которое мне не подходит, а вернуть мир к состоянию, в котором он пребывал когда-то, что свободное общество здесь вам не поможет. Чтобы получить такой результат, нужно поубивать почти всех живущих людей и разрушить все решительно библиотеки, чтобы немногие выжившие не смогли быстро научиться тому, как восстановить разрушенное. Если кому-то любезна такого сорта «консервация», здесь никакие доводы не помогут. Некоторые природозащитники убеждают в преимуществах смешанной системы, где правительство делает только то, что необходимо. В принципе с этим нельзя не согласиться, и случай с пандой здесь солидный аргумент. Но при этом не стоит забывать, что в реальных условиях смешанной экономики почти все, что считалось необходимым, государственные сталелитейные заводы и рудники, системы связи и транспорта и тому подобное, все это не обладало теми важными достоинствами, которые предполагалось получить. Смешанная система это, по преимуществу, мираж и интеллектуальное заблуждение, а иногда и троянский конь для перехода к системе всеобъемлющего планирования. Опыт Восточной Европы доказал идею о том, что правительство может манипулировать ценами для стимулирования рынков, опасная иллюзия. Когда в конце 1970-х годах я завершал работу над первым изданием книги, теоретические идеи, рассмотренные в этой главе и в главе 15, не были еще близки федеральному правительству и, в сущности, предавались анафеме тогдашними активистами природозащитных движений, смотри примечания к главе 15 оборотов отношения экологов к стандартной экономической теории. Да и сегодня политики чуть что хватаются за идеи командно-административной системы. Скажем, штат Мэриленд для охраны воздуха от загрязнений собирается ограничить использование автомобилей. Предполагается, что все работодатели, в компаниях которых занято более 100 человек, должны обеспечить каждому бесплатный проездной билет, средства на покупку велосипеда, субсидию, дающую возможность коллективного использования личных автомобилей, гибкий график рабочего времени или возможность работать дома. Словом, все в соответствии с законом о чистоте воздуха от 1990 года и в духе программ, уже принятых в Южной Калифорнии, в Сиэтле, в Фениксе и других городах. Но начиная с 1980-х годов растет осознание, даже среди неэкономистов, что прямой контроль меньше подходит для решения проблем загрязнения, чем рыночные стимулы. Чикагская торговая палата запланировала создание рынка «смуговых фьючерсов», по аналогии с фьючерсными рынками товаров и ценных бумаг, и природоохранные организации одобрили этот план. В 1980-е годы эти экономические идеи обрели прикладное значение. Природозащитники с рыночным уклоном делают акцент на концепции прав собственности и договорных цен в противоположность административно-командным методам распределения. Они обсуждают провалы государственной антирыночной политики, как источник проблем загрязнения среды, прежде говорили только о «провале рыночного регулирования». Природозащитники с рыночным уклоном указывают на успехи рыночных методов в деле охраны природы, смотри выше в этой главе. Они не так уж заметны, эти успехи. Но, скажем, частные ручьи, полные рыбы, доказывающие практическую эффективность концепции прав собственности, демонстрируют возможности борьбы с загрязнением рек и ручьев. Резюме. Если вам нравится, когда общество принуждает вас терять время и деньги просто потому, что жертва есть благо, тогда административное регулирование переработки отходов – то, что вам нужно. Но если вы предпочитаете вести жизнь свободного человека, нужно предпочесть систему, в которой каждый может решать свои частные проблемы частными методами. Ключевой вопрос политики – как достичь оптимального соотношения между переработкой и захоронением отходов, между загрязнением и охраной природы, чтобы при этом свести к минимуму административное принуждение и ограничение экономической активности. Рыночные стимулы здесь зачастую более эффективны, чем административные методы. Применение последних не только возлагает на граждан расходы по оплате неэффективных мер контроля, но все это сопровождается и методами полицейского давления, часто избыточного, как в случае с человеком, которого казнили при короле Эдуарде за то, что он загрязнял воздух с сжиганием скверного угля, СМ главу 17, или современными нарушителями, которых закон наказывает не столь жестоко. Подробнее об этом смотри главу 30 «Люди и есть грязь».